15 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности выявили в Башкортостане за первое полугодие. В их числе комиссионные магазины, которые выдавали займы под залог имущества и организации, работающие под видом МФО. В целом по стране за январь и июнь Банк России выявил порядка 3,5 тысяч аналогичных компаний на финансовом рынке. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2023 года. В Нацбанке по Башкортостану отметили, что клиенты нелегальных организаций не защищены и рискуют попасть в долговую кабалу. В частности, комиссионные магазины могут в любой момент продать заложенные имущества, а нелегальные микрокредитные компании начислять повышенные проценты и агрессивно взыскивать долги. Черные кредиторы, как правило, дают займы под завышенные проценты. В то время как для легальных микрофинансовых организаций законам определены ограничения в виде предельной стоимости займ, которые не могут превышать в полтора раза от основного долга. Особенностью работы черных кредиторов является то, что они, как правило, пользуются услугами черных коллекторов, которые применяют незаконные методы возврата долга. Проверить законно ли работает компания на финансовом рынке можно на сайте Банка России. Кроме перечня официальных организаций, там публикуется список кредиторов с признаками нелегальной деятельности.